Я не могу залезть в голову Путина, я вижу мультизадачу, да. Мультизадача заключается из логики следующее, значит, вступление Украины в союз с НАТО, я не говорю в НАТО, а в союз с НАТО, да, постановка вооружений и так далее. Это угроза безопасности России. Раз. Каким образом можно купировать эту угрозу? Эту угрозу можно купировать несколькими способами. Во-первых, вот если они подпишут соглашение, а, не принимать Украину в НАТО, и, б, не поставлять Украине наступательное оружие, там, ракеты... Наступательное или вообще летальное? Наступательное. Именно наступательное. Нет, я договора не пишу. Наступательное оружие, угроза это наступательное оружие, наступательное оружие и системы запуска ракет, да. И это раз. Но Украина и НАТО говорят нам нет. Ну, тогда нужно отодвинуть границу. Ничего не напоминает? Ничего не напоминает? Грудью двигая границу. Тогда надо отодвинуть границу от Москвы. Вот. И таким образом показать, что мы это можем. Это тоже важно. Не только двинуть физические границы, мы это можем. Как СДКБ. Ничего не сделали, войска не стреляли, вернее, ну, стояли на охране. А мы покажем, что мы это можем. В течение двух дней перебросить наш Таскфорс. Вот. Поэтому это раз. Это одна задача, да. То есть это задача непосредственно безопасности. Вторая задача, это возвращение России на те территории, которые она считает своими. Или которые должны ею управляться. Имперская задача. Постимперская задача. И она тоже решается таким образом, либо договором с Украиной, да. Что вы, ребята, принимаете наш зонтик. Не зонтик НАТО, а наш зонтик. Либо вот такими вот военными действиями или давлением два. Это решается сразу несколько задач. Ну, и в-третьих, а я бы сказал в главных сейчас. Я вот думаю, что вся эта истерика с НАТО сейчас, это вопрос внутренней мобилизации российского населения. Это мобилизационная программа. Россия в кольце врагов. Значит, ракетные установки придвигаются к нашим границам под летное время 6 минут, 5 минут. Значит, это к будущим выборам. А крымский синдром, любовь к Путину за возвращение Крыма, как он понимается, значительной частью огромного количества людей, он начинает постепенно осыпаться. Он не осыпался. И когда говорят, что крымский эффект прошел, нет, не прошел. Нет, не прошел. Благодарны за возвращение мечты. Но он осыпается. И к следующим выборам, или к следующей какой-то мутации российского государства, если это не выборы, да, нужно сплотить народ. А то народ разболтался, кругом иностранные агенты, люди там живут хуже, на самом деле. Ковид привел их в состояние раздражения. Мы видим это по электорату. То это соединяется. Значит, надо людей сплотить вокруг цели, да. Значит, люди плохо, хуже стали относиться к правительству. Мы это видим по опросам. Но к Путину, к правительству, к управлению. Не потому, что им там Путин разонравился за Крым. А потому, что обычная бытовая жизнь раздражает. Цены растут. И это главное. Между прочим, по всем опросам, никакие не иноагенты, никакие не репрессии. А первое, это рост цен. Несмотря на маленькую инфляцию в виде 8,6 или 8,4, как говорит Путин. Ну, все понимают, что продуктовая инфляция за 10, да. Цены растут, жизнь стала труднее. Раз. Ковид. А ковид, это значит, государство требует, чтобы ты ходил в маске, в наморднике, прививался. Не пускают туда, не пускают сюда. Детей в школу не пускают. Удаленка, ты должен с ними сидеть. То есть, раздражение, понимаешь, да, это раздражение, которое не кодифицируется. Оно просто раздражение. Усталость. Ну, да, я думаю, плюс мужиками с молотками там и так далее. Усталость, усталость. Ну, и, естественно, городское население, плюс еще образованное население, плюс еще политически активное население, оно становится более радикальным. Мы видим, это уход городского протеста в сторону коммунистов, влево, да. Значит, надо сплатить хотя бы свой электорат. Надо переодолеть ковид. Переодолеть раздражение. Переодолеть инфляцию. Чем? Патриотизмом. Маленькая победоносная война. Маленькая победоносная война.